Здравствуйте! Это передача «Мой путь к Богу» и священник Георгий Максимов. Сегодня у нас в гостях Марк Алексеевич Марцинковский, музыкант, бизнесмен. Ваш путь к Святой Церкви Православной, к Господу Иисусу Христу, был, скажем так, очень долгим, длинным. Но мы начинаем обычно с самого начала, с первых моментов ощущения Бога, ощущения духовного мира. Вот у вас эта предыстория, с чего начиналась? Я ни одной секунды в жизни не был атеистом. С самого рождения, вспоминая себя еще пятилетним ребенком, я всегда ощущал Бога. Я не знал, как это выразить, я не знал ни христианства, ни другие какие-то религиозные течения. Я просто ощущал всегда, что Он есть. Я чувствовал эту любовь, и я помню себя, когда я бегал просто по улице, меня вот окутывало это изнутри, ощущение, что есть Бог. И с самого детства у меня не было никакой религиозной семьи, никто меня не обучал, не рассказывал о христианстве, о православии. Отец у меня, скажем так, такой атеистический агностик, потому что тогда еще он был таким атеистом, хотя сейчас он периодически, как говорит, заходит в храм, все-таки, наверное, с возрастом что-то поменялось в голове. Мама, у меня это, к сожалению, типичное православное, в кавычках, как у нас, к сожалению, большая часть нашей страны. То есть это два раза прийти в храм на праздник, покрасить яйца и поставить свечку. Все, на этом вся вера заканчивается, к сожалению, поэтому никто со мной не разговаривал никогда о Боге. И так получилось, что в подростковом возрасте, и в школе в том числе, я столкнулся с большими проблемами, это в том плане, что я хотел заниматься творчеством, искусством, музыкой, то есть я искал познания. Мне всегда был вопрос, вот в чем истина, в чем истина. Мне всегда нужна была какая-то глубина, какой-то интерес к миру, к познанию миру. Школа этого не дает, школа, она отрубает на этом. Ты хочешь познать мир, она говорит, иди пиши 2 синус косинус. Зачем? Мне интересно познать Вселенную, познать мир. Я спрашиваю, в чем смысл жизни, мне отвечают, иди пиши физическую формулу. То есть вот на этом плане я очень сильно сломался, я потерял интерес к образованию, потому что мне хотелось познать истину, а мне не давали, мне давали какой-то вот суррогат, то, что меня не интересовало. И на этом этапе я познакомился с плохой компанией, то есть с алкоголем в частности, и мы начали, как бы я, вот эти все свои вопросы, я начал их алкоголем просто заглушать. И так получилось, что это длилось, наверное, года 4-5. Мы каждый день во дворе встречались, пили водку, пиво, то есть там, ну, в общем, это было ужасно. Вот, и к 19 годам в один момент просто я проснулся, мне было ужасно плохо, меня тошнило, меня, в общем, состояние было просто отвратительное. То есть, ну, это не то, что похмелье, это, ну, умножить в 100 раз, еще на это ломка была, вот реально ломка, я понимаю, что сейчас не выпью, просто я умру. Вот, то есть тогда я, у меня была тогда еще заначка, да, я выпил ее, меня тошнило уже с кровью, вот, тогда я просто понял, что все, вот с этого момента у меня осознание. Я поднялся, посмотрел на себя в зеркало, я увидел это лицо, это вот грязное, убитое, просто пропитое пустота. Мне 19 лет, я молодой, я был всегда симпатичный человек, да, симпатичный парень, мальчик тогда, да. Ну вот, я вижу, что все, что моя жизнь сейчас на этом просто закончится. Вот если я дальше продолжу, все, на этом просто я поклялся себе, Господу, то, что все, на этом я завязываю с этой компанией, с этой, скажем так, деятельностью, да. И после этого я начал изучать вопрос здорового образа жизни, то есть я всегда такой человек фанатичный, да, я сразу начинаю углубляться во что-то, чем занимаюсь. И познакомился с профессором Ждановым сначала, он рассказывал замечательные лекции о вреде алкоголя, да, вреде алкоголя, и также мы с моим другом начали смотреть лекции генерала Петрова, то есть это концепт общественной безопасности, тогда он тоже рассказывал о вреде алкоголя, о мировоззренческих вещах очень интересных, и потом начались лекции, именно у него есть курс лекций о том, что есть некая мировая закулиса, есть глобализация, она меня всеми управляет, и там профигурировал такой момент, что одна из форм управления человечеством – это христианство, религия. То есть вот человек через религиозные догматы, есть эгрегор, эгрегориальная форма связи, то есть церковь – это большой эгрегор, некое энергетическое поле, попы, священники, они этим управляют, они вбрасывают туда дезинформацию, паства это все на энергетическом уровне схватывает, и в итоге мы все деградируем, это форма управления. Я думаю, точно, я же вот смотрю на священников там, да, кто-то на машине там ездит. Ну, я не видел их, ну, не то, что не видел, я вживую с ними особо не контактировал. Все, вот этот весь мусор, который вбрасывает СМИ, я воспринимал христианство именно так, как вот нам преподносит. Вот, и я углубился вот в эту, скажем так, систему, да, мировоззрения, концепции общественной безопасности, и мне очень понравилась там система деизма, так называемая, да, то есть, как бы я верю Богу напрямую, зачем мне посредник, там, зачем мне церковь, зачем мне кто-то там из священников, зачем мне там попы и так далее, если я сам могу верить напрямую Богу, вот. То есть, церковь это зло, православие это самое последнее зло, потому что там, они тоже все это расписывают и вплоть до писания, они вырывают из контекста очень грамотно фразы и спекулируют на каких-то вот этих вот моментах. Вот, и тогда, соответственно, я начал познавать вот эту самую систему, у меня была именно моя мировоззренческая позиция, даистическая, то есть, я не молился ни Христу, не молился ни какому-то там Богу, как какой-то, скажем так, известной личности в мире, да, в религиозной, то есть, я молился просто вот Господь, там, вот ты есть, вот всё, вот так вот я молился, и потом я начал как-то углубляться, то есть, я такой человек, я начал интересоваться как-то вот на одном месте не останавливаться, да, то есть, а что есть дальше, в чём, вот, например, из чего состоит там Вселенная, какие есть энергии, то есть, и в итоге я познакомился так ещё с одной системой, космоэнергетика, вот, то есть, космоэнергетика, тогда я услышал, и думаю, круто, то есть, космическая энергия, я могу с ней работать, вот, я крутой же буду вообще, то есть, на меня будут люди смотреть, как на какого-то там вообще полубога, вот, я, космос там вообще, я почувствовал себя, в общем, там, суперменом каким-то, вот, и в итоге, да, у меня было там посвящение в эту космоэнергетику, я смотрел лекции, кстати, тоже Петрова, это уже другой Петров, первый Петров – это генерал, а второй Петров – основатель космоэнергетики вообще, да, вот, то есть, я познакомился с его именно учеником прямым, который сидел, медитировал в пещерах, который с ним везде ездил, то есть, ну, в общем, крутой, по их меркам, там, да, это прям там очень крутой, ну, вот, то есть, я начал нарабатывать каналы, то есть, ты там, в общем, стоишь в комнате, слушаешь шаманскую музыку, обращаешься ко вселенной, то есть, вот, нарабатываешь, и в итоге потом ты проходишь это посвящение, потом кого-то даже там лечишь, там, там, руками, там, всё и там. Вы тоже вот это всё этим, насколько глубоко вы этого вошли? Я вошёл достаточно глубоко, потому что это работает, скажем так, да, то есть, всё, что там есть, вот это вот, да, это действительно, эта система не иллюзорная, да, потому что, например, когда ты проходишь посвящение, ты реально видишь образы, ты реально видишь те цвета, цвет другой как-то меняется, ты видишь всё по-другому, но, вот, очень важный момент, когда ты туда углубляешься, в итоге я начал видеть такое, ну, а чё, просто уж плохо, то есть, ну, например, ну, наверное, я вам скажу, это без образы, вот это выражение лица мерзкого, омерзительного в комнате, то есть, ты лижешь, смотришь в темноте, потом оно как вспыхнет, и ты, всё, вот это шок, то есть, появился внутренний страх, появилась какая-то неполноценность, появилась очень, очень такая иллюзия, да, иллюзия, вроде ты, вот вопрос только слова «духовность», да, вроде ты духовно развиваешься, вот подмена вот этих вот сектам, да, всяких течений, вот мы, самое-самое страшное сотню слова у нас, да, вот, которое в интернете спекулируется, это духовность и саморазвитие, сектантское, да, человек слушает, я хочу духовно расти, я хочу саморазвиваться, а они заместо Господа истинного, они дают суррогат, и вот на этом я тоже попал, на этот крючок, вот, ну, то есть, начались вот эти вот всякие образы, я видел там многое, чего только я не видел, это, ну, вспоминать, честно говоря, страшно, да, и мой вот этот вот наставник, скажем так, гуру мой духовный, да, он рассказывал, как к нему приходили ночью эти ребята, и говорят, братан, пойдём в окошко, мы тебя пронесём, вот, то есть, что-то это самое там, да, вот, выйди там, мы тебе покатаемся с тобой, там, полетаем, то есть, они прямо склоняли его к суициду этого парня, вот, кстати, забегая вперёд, он в итоге тоже вооцерковился, со временем пришёл ко Господу, слава тебе, Господи, и это, конечно, тоже чудо, потому что, когда он в итоге, я тоже немножко забегу вперёд, сказал мне, что я вооцерковился, хотя, говорю, вот, в понятии оккультиста классического, да, церковь это что-то вообще там, да, это что-то, ну, вот, есть очень высокое уровень развития, там, вот, пьедестал, да, развитие духовное, это изотерика, это вот энергия, это космос, это всё, а православие – это какой-то примитивизм абсолютный, то есть, да, и когда человек говорит тебе, который был вот там, там, космоэнергетика, там, шаманист, там, ученик, всё, там, такие там практики, да, и он говорит о православии, у меня просто непонимание, как это, что, ты чего, вот, но тогда… То есть он раньше вас воцерковался? Раньше, да, раньше, да, и тогда я его не понял, то есть мы просто прекратили диалог, и всё, вот, и тогда я начал активно, скажем так, тоже спекулировать на православие, то есть как я делал, да, я мог просто вырвать какую-то… Очень часто в интернете есть картинки, да, вырванные из Ветхого Завета, там, там, убей там и так далее, да, вот, и говорят, смотри, какая Библия, вот какая Библия это на самом деле, где же там любовь-то? Он говорит, иди убивай, понимаешь, Господь, Господь говорит, вот, кто это, Яхва и Егова, всё. И тогда я начал изучать Ветхий Завет, но как-то я его изучал довольно вырвано, то есть я его изучаю и понимаю так, как я понимаю, без, там, какого-то богословского трактования, без здравого анализа, то есть я читаю там… Я его даже не то, что… Я его читал с целью именно разоблачить Библию, вот с такой целью, как бы что ищешь, то и находишь, вот. Я читаю Ветхий Завет, действительно, да, много моментов, которые я не понимал, и потом сначала анализировать его с новым, я думаю, точно, Ветхий Завет написал и Егова демон, у меня вот такой, да, это не Бог, это какой-то там придуманный людьми демон, а Новый Завет Иисус, это уже пришедший Иисус, но, опять же, я его не считал как Бога, я думал, что он просто как один из пророков, вот. То есть вот такое у меня было мировоззрение, то есть я к христианству относился именно со своей колокольни, скажем так, да, я не говорю, что там оно его несуще, там, это иллюзия, это там сказка и так далее, нет. Я говорил, что это, вот, скажем так, моё неверное учение, которое я вырезал, вот. И я очень активно, публично христианство высмеивал, да, то есть я был против христианства так сильно, что я увёл от Христа, наверное, я не знаю, сколько людей, ну, сотни, я не знаю, может быть, тысячи, не знаю. То есть я в интернете очень известный, в этом плане был человек, который выступал против именно христианского мировоззрения, снимал видео, я постоянно картинки разные, посты, разоблачения там и так далее. У меня вокруг, меня как бы сформировалась определённо, моя такая каста, да, людей, кто это всё поддерживает. Я вот хотел бы немножко на этом, как бы остановиться в моменте, уточнить, потому что и мне самому бросалось, и другим людям бросалось в глаза, что, ну, скажем так, вот, ну, предположим, я вот, допустим, христианин, да, я не верю там в учение Конфуция, но я же не трачу по большей части там никакого времени, чтобы там опровергать или высмеивать учение Конфуция, да, ну, предположим. Можно другие ещё есть, ладно, учение Конфуция от нас очень далеко. Есть многие вещи, которые гораздо ближе к нам, с которыми я, допустим, категорически не согласен, но у меня нет, я не чувствую такого особого зуда, вот, чтобы их там постоянно как бы разоблачать. Понятно, может быть, у человека есть позиция, да, может быть, он один раз скажет, что да, вот это не моё, мне это не близко, или, допустим, даже мне это не нравится и так далее. Но вот в том, скажем так, стремлении вот разоблачительства чувствуется, что здесь что-то есть, что-то большее, чем просто, скажем так, мировоззренческое несогласие. Вот если вот вы вспомните ваше, скажем так, внутреннее самоощущение тогда, что именно вот подталкивало вас и, ну, может быть, как-то, может быть, подзуживало, может быть, как-то давало как-то стимул именно на то, чтобы на это тратить значительную часть своей жизни? Ну, первое, наверное, это именно всё-таки несогласие. Первое, это, конечно, ложное мировоззрение, навязанное сектами, это копы, это всевозможные, там, те же эзотерические учения, вот, то есть ты изучаешь, и они практически всегда про христианство говорят негативно. Почему ты это как-то замолкаешь? Конечно, сложно сказать, потому что христианство сегодня обсуждается, наверное, всеми и вся, то есть будь то телевидение в негативной форме, будь то эзотерика, там, и прочие другие течения обсуждается, и я как человек всё-таки публичный, да, то есть я в тот момент уже записывал там много видео, у меня там видеоблог там и так далее, да, я могу, наверное, да, признаться, сказать, что всё-таки в том числе это был и какой-то пиар, да, но он был, скажем так, это искренний был пиар, то есть я реально был убеждён, что христианство это вот то, о чём я говорил, вот это моё было ярое убеждение, и мне хотелось искренне, да, вот людям донести, что, ну, ну вот куда вы идёте, ну вот как, ну скажем так, я как миссионер, да, вот, там ложный миссионер, да, но миссионер, как я понимал, и той истины, которую я нёс, я хотел помочь людям, вот эта вот искренность, да, она присутствовала, я просто видел, когда люди многие себя вели, я видел кучу разных там историй и так далее, и вот моя всё-таки первая, да, вот первая моя мотивационная цель была как-то вот помочь тем, кто идёт к христианству, увезти их от Христа, вот это вот было моё, и даже не то, что от Христа самого, да, именно от, я всё-таки делил Христа и делил церковь, то есть я не могу сказать, что я ненавидел Христа, нет, у меня такого не было, у меня, наоборот, к нему было всегда тёплое отношение, но именно к церкви у меня сложилось вот такой негативный, тем более отпечаток, тем более после всех лекций, вы поймите, что это не просто там 10-минутная какая-то лекция, да, это целый огромнейший курс с подробной, с картинками, разоблачающей, там эгрегориальные связи, исторические моменты, вырванные цитаты, то есть ты напичкиваешь себя этим так много, что в итоге у тебя действительно складывается какая-то цельная антихристианская картина, с которой ты в итоге делишься, потому что все течения, вот, кстати, ещё дополню, вы спросили, почему там не конфуция, ничего, да, потому что все секты, кобы, энергетики, эзотерики, все не критикуют конфуция, все не говорят про каких-то там японских мастеров, да, все критикуют только христианство, понимаете, вот в этом и заключена сама суть. Ну, и далее, когда я на этом не останавливался, да, я начал, вот, как бы, смысл всякой, всякой нью-эйджа, так называемой, да, эзотерики в том, что там нет рамок, то есть ты можешь изучать всё, что угодно, по сути, да, всё, кроме христианства, главное, вот, это такой момент важный. Я, помню, начал слушать мантры тогда, вот, то есть сижу, просто слушаю мантры, вот, вот, Харе Кришна, вот, вот, и у меня, а, я, наверное, написал ВКонтакте на стене, что-то мне так прикольно было, весело, я напишу, вот, и мне пишет подруга моя из ВКонтакте, ну, из онлайн, да, то есть мы так не дружили, не вживую, вот, она такая, типа, пишет, ой, ты что, тоже, что ли? Я такой, что тоже? Ты тоже Харе Кришна? Я такой, в смысле, ну, у тебя там мантра, да, я говорю, нет. Она говорит, поехали с нами в храм Кришны, вот, на выходных, там весело, прикольно, я говорю, ну, поехали. В общем, эти ребята меня забрали, мы на выходных поехали кришнаитам, и вот это самое такое эмоциональное впечатление у меня вызвало, потому что из серого, по сути, общества, из серых будин, из какого-то каких-то проблем, суеты и так далее, ты только заходишь туда, красивые девочки, разрисованные там, да, в этих самых, в индийских, да, да, в Саре, встречают тебя с конфетками, вот, то есть, с конфетками, парни, вот, тоже в красивом белом тхотсе, там, с тилокой на лбу, да, то есть, все улыбаются, все поют тебе, то есть, ты приходишь, тебе поют, тебя угощают, тебя любят, вот, ну, мышь, куда я попал, вот это общество, оно мне нравится, вот, то есть, потом мы пошли, как раз я тот момент был вегетарианец, то есть, уже, то есть, когда я перестал пить, перестал, бросил пить, бросил курить, стал вегетарианцем, вот, мне говорят, кришнаиты, вегетарианцы, я говорю, точно в этом истина, значит, раз они, значит, вот точно все, вот оно, вот, и в конце программы, да, то есть, был просад, вот, просад, это, так называемая духовная пища, предложенная божеством, которую раздавали, как раз, кришнаиты, вот, и она вегетарианская, вот, то есть, как раз я поел, они, ну, действительно, хорошая, вкусная пища, то есть, они умеют готовить хорошо, тут, как бы, что скрывать, вот, и тогда я увлекся очень сильно, то есть, мне, естественно, дали сразу, начали проповедовать, там сразу мне дали Бхагавадгиту, потом начались у нас программы, по выходным мы ездили домой, так называемая бхакти-врикша называется, когда по выходным собираются дома кришнаиты и изучаются в Писании, вот, то есть, я туда очень сильно... Вы себя стали ассоциировать вот с этим учением, с этой группой, с этой общиной, да, или вы себя чувствовали все-таки гостем там? В начале, первый, наверное, месяц я чувствовал себя гостем, И еще забыл сказать, что я к этому времени, изучая космоэнергетику, шаманизм, я перечитал всего Карлса Кастанеду, то есть, все его книги я был, можно сказать, просто фанатиком, да, то есть, это духовные практики, это взгляд орла, там, это, в общем, все, все вот это вот я на себе именно пропрактиковал, да, я именно был практик, то есть, я читаю какую-то Кастанедовскую практику, практикую, и они реально работают, да, там, остановка диалога внутреннего, да, то есть, чтобы мыслей не было, то есть, когда ты практикуешь постоянно, у тебя реально происходит какое-то умиротворение, то есть, внутри, ну, это, в принципе, естественно, если ты, тебе, ты ни о чем не думаешь, то нет проблем, и все нормально, вот я ни о чем не думал, и проблемы куда-то уходили, вот, и после моего первого месяца знакомства с кришнаитами, я пытался его ассоциировать, как раз-таки и скобом, и с Кастанедой, то есть, я пытался вот сравнивать, да, все течения, и в итоге все равно я сломался, то есть, сломался под их, скажем так, не то чтобы давлением, там нет давления, да, под, скорее, практикой, они дали сразу мне четкие, они дали мне книги, да, то есть, они познакомили меня, там, с каким-то гуру, с храмом, с киртаном, и я просто начал углубляться, углубляться, и все остальное, что было до этого, оно как-то ушло на второй, третий план, вот, потому что там тоже есть свое, скажем так, богословие, есть свое течение, есть свои, там, гуру, и свои лекции, и ты просто ежедневно начинаешь туда углубляться, и становишься просто, вот, просто кришнаитом, все, вот так осталось, кришнаитом, после этого я начал читать те же 16 кругов, что это, чтобы объяснить для наших зрителей, у кришнаитов есть четкие, 108 бусин на этих четках, они одеваются, они кладутся в мешочек, вот, оттуда палец так торчит, смешно, вот, кришнаитов все ходят с пальцем вот так, в четках, и на каждой бусине повторяется маха-мантра, это мантра Харе Кришна, то есть 108, то есть, это такая регулярная, как бы, практика молитвная, да? Да, то есть, получается, это примерно в среднем, 16 кругов, это примерно 2 часа в день, вот, то есть, ты посвящаешь этой практике, и вот, очень долго это длилось, в районе где-то 3 лет, я вот практиковал, читал эти 16 кругов, ходил на программы, пел киртены, я как музыкант, то есть, да, мне было тоже это приятно, да, то есть, и внимание, и приятно было воспевать на гармошке, когда все поют, вязал поют, тоже, это вот тоже очень интересно было, и, но у меня, значит, я как человек, понимаете, мне не нравится быть формально верующим, я очень категорично и, скажем так, негативно отношусь к людям, которые сегодня, понимаете, мне лучше атеист, чем формально верующий, там, православный, да, это потому что искренне, вот, когда человек просто говорит, я православный, и он спрашивает какой-то элементарный вопрос, он не знает, в храм не ходит, то есть, но он на себя, он тебя ассоциирует, там православие ему не пахнет, это вот маска, да, иллюзорность, вот она меня больше пугает, чем искренность в каком-то даже, там, лжеучение, и, поскольку мне интересно было разобраться в богословии, да, кришнаитском, то есть, а Кришна ли Бог, то есть, вначале это эмоции, да, это общество, это любовь какая-то, это красивые мантры, это сари, это вкусный просад, а потом ты затумываешься, подожди, а что, Бог реально синий? Вот, ну, ты реально смотришь, я смотрю на Кришну, да, я думаю, это Бог, что ли, или что, вот я потом мне, это реально Бог, вот, ну, думаю, подожди-ка, потом я читаю мантру, да, повторяю мантру, а внутри ничего нет, вот я повторяю ее, а внутри я Бога не ощущаю, вот, с каждым, с каждым, с каждым, я просто, у меня в определенный момент осознание, я как просто, вот, трактор, какая-то машина, вот, по перевариванию у меня этих четок, то есть, я говорю просто формально эти слова, а что я ощущаю? Ничего, я чувствую Бога, я его не чувствую, я люблю Бога, я его не люблю, я его не чувствую, так, я смотрю на образ, его нет, я повторяю мантру, у меня, в определенный момент даже не то, что у меня пошло отторжение просто, я вот ее повторяю, и мне плохо, я вот чувствую, что что-то вот, что-то здесь не то, что-то какое-то вот здесь, что-то ненастоящее вот здесь, думаю, ладно, как говоришь с преданными, да, они говорят, это нормально, это сложности в духовной жизни, это надо переперепройти, читай больше кругов, ходи больше на программы, все, я так делал, но ничего не менялось, то есть, вот это вот формализм вот этого, да, почему я говорю про формализм, он остался, я не могу формально делать вещи и притворяться верующим, да, притворяться, что я люблю Бога, а сам я его даже не чувствую, как можно любить Бога, называть себя верующим и быть с ним не в контакте, не любить его, не общаться с ним, а я с ним не общаюсь, я просто формально какие-то, говорю какие-то слова и все, и в итоге, после всего, после этой ситуации я начал также углубляться в богословие, вот, и, кстати, вот у Кришнаитов, да, даже та же самая мантра, да, Харе Кришна, вот, я открыл описание, узнал, где она вообще находится, какой из книг, там всего, одна книга, и то упоминается один раз, и то она читается задом наперед, мантры читает задом наперед, то есть, да, ведь Кришнаитов, ну, как бы, а так гуру сказал, а почему мы так читаем мантру, так сказал Прабхупада, вот, кстати, момент по Прабхупаде, тоже на интуитивном уровне он мне никогда не был симпатичен, все Кришнаиты поклоняются ему, если брать Кришнаизм как таковой, да, Кришна ушел на, там, второй, третий план, первый план, это, это Прабхупада, всегда, первый поклон в храме Прабхупаде, первая молитва Прабхупаде, многие прям так и говорят, я молюсь Прабхупаде, то есть, всегда, вот этот момент, он меня очень сильно смущал, я говорю, мы же вроде как Бога должны любить, а почему мы поклоняем все время Прабхупаде, ну, он там, основателя, чаря, там, и так далее, ну, мы же Бога любить должны, нет, вот, надо Гуру поклоняться, ну, вот, такие моменты, то есть, и в итоге, изучая ту же Багавадгиту, и там, у Кришнаитов есть, там, четыре регулирующих принципа, там, да, не пить, не курить, не есть мясо, не быть вегетарианцем, не играть в азартные игры и вести, скажем так, неблудную жизнь, вот, то есть, это четыре регулирующих принципа, на чем зиждется весь кришнаизм. Я открою Багавадгиту, не нахожу ни того, ни того, ни того. Не нахожу, где читать 16 кругов, я говорю, Кришна, где говорит Кришна про 16 кругов, ну, нет такого, где говорит Кришна про 4 регулирующих принципа, нет такого. И еще важный момент. В кришнаизме Бхагавадгита та же, да, Кришна говорит, что Арджуни, он говорит, иди убивай, иди убивай родственников, иди убивай родных, он говорит, иди убивай, мне никогда не укладывалось в голове, как это так, то есть как это вообще соотнести с любовью, то есть я этого не мог понять. Вот, и там может долго рассказывать, богословские моменты именно, моменты практичные, самое главное, это вот не ощущение Бога, да, то есть я не вижу в этом образе, в синем этом пастушке Бога своего, да, вот ну не ощущаю, хоть убей, ну стараюсь, год прошел, два, три, ну не вижу я в нем любви, не вижу. Все, и на этом у меня начались уже сомнения, я нашел сначала одного на ютубе парня, который там был кришновитом, рассказывал, потом посмотрел отец Георгий вашу передачу, как раз с Андреем Колубовым, в котором он рассказывал свой путь, и я тогда очень, мне это очень сильно помогло, потому что любое течение, любая секта, любое мировоззрение, в котором ты погряз очень на много лет, оттуда выйти практически невозможно, очень сложно. Потому что у тебя окружение такое, мировоззрение такое, образ мысли такой, образ жизни такой, ты уже врос в это, фактически, ты там полностью, иди смотришь, человек, который больше тебя, там на много лет был и вышел, и ты думаешь, как так, почему, и когда ты начинаешь, делаешь этот первый шаг, у тебя начинает дорога перед тобой открываться, и я думаю, потом, вот тогда у меня были проблемы с бизнесом, я закрывал свою компанию, причем очень я туда много вложил денег, средств, энергии, там, да, то есть, ну, скажем так, там, не один миллион, да, я туда инвестировал, там, ну, очень было все вначале хорошо, да, и потом я все это потерял в один момент, то, что все это шло, скажем так, закрытие, и у меня моменты возникали именно, благодаря этой ситуации, я начал задумываться именно опять о своем пути духовном, вот как-то почему-то вот так взаимно получилось, как-то ночью я лежал в кровати, и как-то на ютубе, да, просто случайно, я не помню, как это было, просто какой-то, какая-то мистика, у меня открылась хирургинская песня, вот, хирургинская песня на ютубе, и у меня просто слезы из глаз, в душе переворот конкретный, я лежу, у меня просто вот озарение какое-то, я не понимаю, чувствую любовь, я чувствую, что христианство, это, вот оно рядом, вот Христос, вот, я не мог, не могу даже сейчас это описать словами, это просто надо было ощутить, эту, эту любовь, эту гармонию, это непередаваемое ощущение, я лежал, плакал, 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 и меня просто вот по всего, все, все в глазах перевернулось, просто как вышибло, пробкой все, вот, и я включил другое песнопение, монашеское, я еще больше углубился, то есть, я вот всю полночи прослушал церковное песнопение, просто с каким-то, вот, как будто это, как будто я не мылся никогда в жизни, тут я в самое, самое чистое озеро вошел, у меня вот начало все как-то уходить куда-то, и потом я вопрос себе задаю, собственно, а что меня останавливает к принятию христианства, ну вот в чем, да, если мне так хорошо отписано пение, если я, в принципе, я могу углубиться туда, что меня тормозит, и у меня были серии вот вопросов, да, которые, которые меня тормозили, первое, да, это о жестокости Ветхого Завета, то есть, я всегда открывал, слушал, там, проповеди разных, там, гуру, там, и так далее, и вы не поверите, то, что меня останавливало ко Христу, я нашел ответ на вопрос за пять минут, я просто вбил на ютубе жестокости Ветхого Завета, и объяснение священника, просто пяти-пятиминутный ответ, все логически, по полочкам, поисторически, и так далее, и так далее, все прям четко, да, вот, он и сложил, думаешь, как, у меня в шок, я, я, ты, я, я об этом вообще, там, я, там, мне все открыть, и каждый, каждый, вот, у меня было очень много вопросов таких, да, а, например, творение мира, да, мне казалось, что творение мира в христианстве очень банальное, да, по сравнению с кришнаизм, где есть, там, кришна-лока, там, духовные планеты, по-дне планеты, есть адские планеты, там, все, вот, это, описанный космос, просто, там, ну, так красиво, да, что, там, смотришь, что-то такое, и в христианстве, бог создал за шесть дней, на седьмой отдыхал, ты думаешь, ну, как, ну, слишком примитивно все, нет, мне нужно, чтобы это было как-то изысканно, как-то вот глубоко, да, и когда я открыл лекцию отца Андрея Кураева про сотворение мира, где он там, не знаю, по одному дню мог там по 20 минут, расписывая все так, как это все, ну, там, грубо говоря, он раз когда там берет, даже про человека, да, рассказывает Адам и Ева, что ребро переводится в том числе как грань, что не просто в прямом смысле физическая, и еще как грань, что это единое целое, да, мужчина и женщина единое целое, и вот такие моменты, их очень много скопилось, и по сотворению мира у меня просто был шок, то есть оказывается сотворение мира христианское еще более глубокое, чем сотворение мира ведическое, я думаю, как так, и вот каждый ответ на каждый мой вопрос, он находил мгновенно ответ, просто мгновенно, господь начал прям вот, ну, прям вот, на, вот смотри, вот, потом я уже со своей девушкой, мы пошли, мы гуляли на улице, тогда я еще в храм не заходил, я боялся, я боялся реально, то есть вот так сказать, да, я боялся реально идти, я боялся зайти в храм, но мы шли с моей девушкой на Китай-городе, есть храм, как Асмыдмена, да, 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 вот, мы им проходили, и был вечер, прям кота остановились, не помню, то ли она, то ли я уже, говорю, может зайдем, а давай, и я вот, знаете, первый раз, вот, первый раз в новый дом, наверное, да, вот ты заходишь в новый дом, и ты боишься, ты не знаешь, как вот, что это же, как это же твое, ну, 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 страшно, страшно, и я зашел, уже был, уже конец службы, уже все, уже закончилось, там, до храна, закрытый храм, минут 15, я подхожу, и у меня вот, женщина, которая в храме, как вы правильно называете, продавщица, или как, ну, работница, да, работница, которая сидит, ну, вот, то есть она, а был как раз день преподобного Серафима Саровского, вот, то есть в этот день, и как раз была икона, иван говорит, а молодой человек, и не могли бы вы перевести, я зашел еще в шапке, не снимая ничего, такой в капюшоне, такой, вообще, не понимаю, что происходит, вот, не могли бы вы, с любой, она меня не упрекнула, ничего, она же не говорит, шапку снимает, то есть ничего такого не было, да, просто не могли бы, пожалуйста, иконы перевесить, то есть, ну, из центра храма, вот, ну, повесить на место, вот, то есть я воспринял тоже это очень, такой, как позитивный знак, потому что вот, когда я уже приехал к себе, я сам хожу в храм, в Медведково, храм Серафима Саровского в Раеве, вот, Серафима Саровского тоже, вот, и тогда я начал углубляться, то есть христианство, потому что, да, молитва, да, сходить в храм, но есть же причастие, я слышал, да, что есть причастие, уже были крещены? Да, в детстве, в детстве, ну, в детстве, я думаю, что большинство детей крестили, да, большинство детей крестили. Для вас тогда вопрос должен был быть там в исповеди, первая исповедь, получается, и когда вы уже, как бы, узнали, да, что-то должен был быть такой рубеж, получается, да? У меня, я готовился год к исповеди, я повторюсь, я не люблю формализм, я его не переношу, если я что-то сделаю, я должен делать это осознанно и правильно. Я нашел в интернете православную онлайн-службу, вот, то есть я звонил, я сначала приходил в храм, помню, воскресенье, и там причащались, и в конце храма обычно ставят запивочки, да, и они, как бы, как называется, не помню, чуть-чуть вина и вода, вот, и просворку потом, вот. Я приходил, я стоял в конце храма обычно, все причащались, а я просто брал запивку и просворку, и думал, что я причащаюсь, вот, я звоню в православную службу, говорю, здравствуй, я вот причащился, а как вы причащались? Я говорю, ну, вон я там в храм зашел, в конце, вот, он говорит, это не причастие, как не причастие, а что тогда, вот. То есть мне начали уже объяснять, и тогда я начал готовиться уже к исповеди, я пересмотрел огромное количество видеороликов, священников и литературу, и, в общем, все, у всех разные какие-то там слова, разные позиции на эту тему, очень много, в итоге просто я открыл православный сайт, даже не помню название уже и там, просто список грехов, да, ну, перечисления, думаю, надо выписать на бумажке, как говорили, и пойти в храм. В общем, так, первый раз я пришел на исповедь, у меня довольно большой был, конечно, список, но самое главное, да, это, конечно, мое вот это сектанство и мое такое отношение к православию, что я хулил в святую православную церковь, и в этом, конечно, у меня, мне прям сразу дали уже и мои знакомые, которые были христиане, и священник, говорит, «Апостол Павел, ты же гонитель все, и у тебя такое озарение, то есть, я, наверное, не знаю, минут 40, наверное, там, ну, я пришел специально, я, как говорилось, будничный день, то есть специально, чтобы священник был посвободнее, то есть, и мы…» Ну, вот что касается расставания с прошлым как раз, потому что понятно, что вы пришли, и для вас, как бы, ваше внутреннее путешествие здесь вы вполне понятно описали, а как быть с тем, что осталось позади, потому что, я думаю, вы, наверное, все-таки не скрывали, может быть, сразу, может быть, не сразу, но рано или поздно нужно было объясниться и с вашими прежними единоверцами, и с теми, кто, собственно говоря, слушал вас и доверял вам, и, может быть, как бы находился под влиянием того, что вы говорили ранее. Вот как произошло вот это и с одной стороны расставание, с другой стороны объяснение? Вначале это было очень страшно, то есть, твои… Хоть я всегда был довольно радикален и смел, высказывание всегда рубил там правду матку, о чем думаю, не стесняясь, это было очень страшно. То есть, своё всё окружение, реально всё окружение, это оккультисты, кришнаиты, сектанты, ноуэйдж, язычники, все. И тут я становлюсь тем, каково я критиковал, против кого я выступал на протяжении стольких лет. Это было очень сложно сделать, я начал делать как? Я начал постепенно добавлять просто себе ВКонтакте, раскрученная страница, добавлять себе картинки, связанные с такими цитатами православными, делать репосты из православных пабликов, вот, скажем так, нечасто, естественно, у всех там разрыв мозга, там, и все сначала думали, я шучу, вот, они прям под постами смайлики ставили, типа, а Марк прикалывается, наверное, вот, так и говорили, да, он шутит, вот, это что-то, ты как, так, 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 вот. Потом я поехал в Сергеев Посад, и в храме там, мне тоже сделали фотографию, где я на икону смотрю, я выложил, вот, то есть, и у всех такая же реакция, ну, ну, типа, ну, ты тролль, ну, ты тролль, пришел в храм потроллить, наверное, там, да, то есть, люди не поняли, не верили даже, я вот реально уже говорю, вот, я пишу, нет, я прям уже пишу под фотку, нет, я воцерковился, все, да, то есть, и все с маленькой опять неполное неверие, вот. Вот, потом я, потом уже это начало у меня проскальзывать довольно чаще, там и фотографии, истории там из храма, и добавленные цитаты и так далее, люди уже начали всерьез думать, ну, действительно, что-то не то, что с Марком, там, где оскверняющие видео, где плохие картинки, там, да, и так далее, вот, то есть, и после этого мне уже пришлось записать видео, да, то есть, я снял видеоролик, как я вышел из секции, стал православным, и тогда он поставил, скажем так, все точки над «и» окончательно, это мне очень сильно помогло, потому что в день поступало там по 20 вопросов, конечно, как так, как так, как так, вот, конечно, многие меня сразу удалили из друзей, многие меня добавили в черный список, вот, прям сразу, то есть, там прям ненависть пошла конкретная, то есть, именно, ты христианин, там, и прям мат-перемат, вот такой, да, то есть, как, это, конечно, с этим я столкнулся довольно серьезно, вот, я не ожидал от своих, скажем так, да, вроде людей, которых я, может быть, не близкие друзья, но хорошие, знакомые, да, что будет прям столько ненависти, вот, а так, касаемо именно кришнаизму, я не могу сказать, что меня кто-то обратно зазывал, что со мной хотели вести какие-то, там, богословские диспуты, да, то есть, что они как-то меня, там, пытались, там, не знаю, как-то мне плохо отнестись, нет, мне кажется, им все равно просто, то есть, что мне все равно, что им все равно, то есть, там не такое течение, которое... Интересное, конечно, открытие, вот, если вспомнить, что, как бы, началось с открытия того, что вы пришли и, как бы, вас все любят, а закончилось открытием то, что вы ушли и все все равно, да да то есть я причем поражаюсь что мне за все время я уже как два года вас раковился за все время мне не один кстати кришнаит ну нет я вспомни попытаюсь вспомнить ну именно и скажем так из самых близких да с кем я общался кому ездил домой с кем мы там дружили с кем и танцевали там готовили просад ни один мнение вопрос не задал а как так получилось тогда почему то есть вообще просто нет нет все пока то есть как-то вот тут все очень просто получилось это это кришнаиты а именно у там оккультисты и там кобовцы язычники там и так далее у них прям порой просто радикалист так у них ненависть христианства прям вот конкретно если у кришнаитов у них у них иисус это один из их пророков и в них неважно да то есть кого ты веруешь христа хорошо придешь это просто низкий уровень еще да вот христос это сын кришны раз ты веришь в христа значит и все равно тоже кришнаит то есть вот такая логика у них да поэтому них такой как бы ненависти нет а именно вот у эзотериков язычников там кобовцев и других этих мировоззренческих всегда там прям сразу не там я наслушался что до сих пор я веду там паблик там до православные выкладываю картинки до сих пор всплывают некоторые там прям сразу а чтобы вы могли сказать вот людям которые находятся скажем так таком в таком состоянии в таком отношении до христианство поскольку вы сами как-то это прошли и прожили и вы соответственно можете сравнить да вот христианство каким вы его увидели со стороны и под определенным причем углом зрения да и каким вы его увидели изнутри когда уже вошли в церковь что вы могли бы им сказать ну не в плане так сказать может быть спора до в плане предложения к размышлению есть истинное христианство есть иллюзия христианства вот все что мы видим в основном все что мы видим по сми в интернете весь негатив это все иллюзия эта маска которую одевают на христианстве которая полностью искажает весь смысл более глубокой мудрости чем в евангелии я не встречал никогда хотя я прочитал много довольно книг наверное по оккультным эзотерическим я прочел ну большинство наверное ну не то что большинство имеют таких известных скажем-то там кастанеда зелан там и так далее антар серфик реальности все вот это вот поле глубокой мудрости я не видел нигде более глубины любви бога человеку я не встречал никогда более полноты и своего счастья да когда у тебя открывает и сердце я буду два года хожу я как как ненормальный в хорошем смысле я чувствую богу я чувствую любовь и я вообще не понимаю как я жил без этого какой-то в шоу в этом суррогате и у меня такая благодарность такая любовь что мне хочет что тут постоянно хорошие кому-то сделать это непередаваемые ощущения первое что нужно сделать человеку который сомневается либо находится в этой иллюзии это признать себя просто ребенком и дураком сказать надо признать что я об этом ничего не понимаю да я не читал библию я не читал богословия я не читал там какие-то какую-то там патрологию литурги куда я вообще ничего не знаю то есть надо прямо назвать себя дураком в начале это первый момент потому что обычные люди считают себя очень умными в этом момента они самый страшный человек это не не глупый не глупый человек который не знает о которой утверждает что он знает а на самом деле он не знает вот у нас таких сожалению большинство вот они кого не утверждают что они чего-то знают надо признать что я ничего не понимаю я ничего не знаю и хотя бы год я советую так год посвятить себя изучение евангелия первое второе посещение храма и непосредственно самих церковных тайн вот чтобы все присутствует как бы такая была гармония вот год если вы этого посвятите и вы не ощутите любви не знаю вас будет какие-то ну что-то не сложится я очень удивлюсь потому что самая большая ошибка любого оккультист там до изотерика там конечно это это думание что ты знаешь христианство те же кришна и ты они строят свои все убеждения о христе через своих гуру гуру сказал что христос это пророк и они где-то это пророк он вот так далее то есть надо 1 игру признать себя неправым а это самое сложное чтобы человек прижимал через свой эго сказал что я в этом не за чего не разбираюсь я в этом ничего не знаю я глупый человек это очень сложно но если вы это сделаете друзья вас принципиально откроются глаза на христианство принципиальные изменится мировоззрение здесь знаете еще как будет такой момент я думаю что и для некоторых наших зрителей в числе и ваших прошлых зрителей я думаю это будет вопрос который возникает при слушании ваших слов они могут сказать что да вот христианство христос это с этим очень симпатичная для нас фигура христианство может быть хорошее учение но вот церковь вот церковь вот как же туда до церкви то докатился вот что вот прям вот 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 как бы вот в эту вот кстати там ну вы знаете да как я представляю структура там про просто там про промыванию мозгов вымыванию денег из кошелька в лучшем случае и так далее вот с церковью то как быть некоторые так и говорят христианство очень хорошо я люблю христианство некоторые любят даже книжки читать христианские но вот чтобы церковь нет нет ни ногой во первых это достаточно открыть священное писание и прочитать где христос говорит носим камни создам церковь мы брата да не одолеют ее то есть вначале ты сталкиваешься с тем когда ты оккультом оккультистом и так далее конечно и ты реально думаешь вот все они говорят одну фразу христос православец церковь не создавал показываешь цитату они даже этого не читали не знали первое второе меня тоже очень сильно смущало вот это вот скажем так концепция священники на джипах с большими пачками денег и я начал в этом тоже разбираться я пошел храм у меня сейчас появился друг мой священник отец никита как раз который служит храме серафима саровского ну вот то есть мы с ним я буду красной исповеди мы с нему живут на протяжении полугода дружим вместе даже там кафе ходим то есть мы прям очень хорошо подружились то есть он примерно мой ровесник ну постарше там года на четыре наверно вот мы подружились и я у него тоже я естественно спрашиваю там и про зарплату там да то есть он там что-то в районе 40 тысяч да то есть учитывая что не жена двое детей там и так далее тогда для москвы понятно что это не вообще ни о чем и я начал других священников спрашивают я начал читать смотреть видео священников из сел разных где они выживали столько видеоканал называется поп на джипе он в деревне напомню на ниве который там разваливается уже да там в деревне там просто в разваливающий доме снимает видеоблог священник батюшка вот то есть и я начал смотреть что действительно я посещая храм я начал ходить ну во многие московские храмы сергиев посад и что-то смотрю и все священники что-то без машины как-то вот а кто-то на машине ну какая-то простенькая машинка тогда то есть общаюсь со священниками никакого хамства наглости ничего нет наоборот ко мне такая тавтология ужасная любовь любовь но прямо до марк марк там все меня прям там они укутали так что все вопросы помогли подсказали приходи все то есть я увидел принципиально иную картину я не увидел ни никакого там там бытла на мерседесах я этого не увидел я увидел наидобрейших людей как у которых нет ни богатств ничего которые могли слушать мои там раскаяние там по полчаса и сами задавать вопросами не то что давай быстрее там иди там да именно сами не отпускали даже меня я говорю батюшку на все я уже там два задержу нет марк всю бы бы давай еще прям вот мне не отпускают хотят искренне сердцем помочь подсказать что-то да вот что я увидел то есть я видел я увидел церковь любви я увидел священников любви я не встретил за все мое время ни одного там какого-то там богатого папа на джипе я это вообще не вижу то есть все что мы видим в интернете там либо на в этом по телевизору где-то в какие-то именно вырванные из потом не знаю отрезки видео это да я не спорю церкви здесь проблемы это 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 нормально глупо это скрывать все святые конечно но если я возьму 100 священников по вот по моему что я рибли увидел в реальности ну не знаю но 99 98 будут вот то что я описывал это доброта эта помощь любовь поддержка они искренне служат господу искренне служат людям вот это вот вырывают этот вот процентик один и спекулируют на нем то есть что я могу посоветовать перейти в церковь познакомиться со священником посмотреть как реально они живут и увидеть все своими глазами вот это вот единственное что можно сделать спасибо большое вам за ваш рассказ за ваше свидетельство о помощи божьей желаю вам в вашем духовном пути на котором я думаю вас ждет много много открытий от господа вот я также хотел сказать нашим зрителям о том что вы можете прислать ваши вопросы замечания или предложения на наш электронный адрес храни вас господь